Всем доброго времени дня. Меня зовут Светлана. Моего сына зовут Дима. Диме 2 года и 5 месяцев. Обратились мы месяц назад к Давиду. У Димы диагноз задержка психоличевого развития. На сегодняшний день Дима не разговаривает, не пьет из кружки, не ходит на горшок. Еще месяц назад, перед тем, как мы обратились к доктору Давиду, у Димки не было указательных жестов. У нас вообще много чего нету. Об этом я оставляла видео до этого. Надеюсь, что Давид выкинет его к себе на страничку. Хочу сказать о тех плюсах, которые у нас произошли после сеансов. Давид, простите, пожалуйста, видео, которое не получилось. Я сейчас с вами ищу сразу несколько сеансов наших с вашего разрешения. После первого сеанса, который прошел у нас 5-12-2007, я заметила у своего сына такую особенность. Димка стал более детально смотреть на вещи. Он стал все более детально рассматривать. Рассматривать мое поведение, рассматривать, как я и каким образом делаю. Расскажу такую историю. Как только Димка через день после сеанса, Димка стал более детально смотреть на вещи, про которые я говорила. Звоню нашему папе. К сожалению, мы с супругом проживаем друг от друга вдалеке и видим тебя только на выходных обстоятельства. И рассказываю, что Дима начал вести себя по-другому. Дима начал смотреть на вещи по-другому, на меня по-другому. На что мой муж сказал, что это мои фантазии, это я себе напридумывала и ладно тебе, Свет. Когда приехали на выходные, супруг вместе с сыном жарил шашлыки. Заходит Алешка, говорит, Свет. Димка как-то странно стал на меня смотреть. Что я ему сказала, я тебе об этом говорила. Садимся за стол. Вечерняя трапеза, шашлыки, картошка. Что у нас еще произошло. Димка раньше не ходил на туалет вообще. Сейчас же, прежде чем мы делаем какие-то вещи, у него появились какие-то характерные звуки. Он начал кряхтеть. То есть по его кряхтению, по его жестам, я понимаю, что ребенок хочет туалет. И уже бегут, на готове у меня стоит горшочек. То есть мы начали потихонечку приучаться к горшку. Надеюсь, что видел через два, я скажу, что все, у нас этой проблемы больше нет. Димка стал собирать пирамидки и кубики. Тоже у нас раньше этого не было. Стал... Ну, это такое удивление было. Стал смотреться в зеркало. Я когда увидела, я обалдела. Подходит к зеркалу, смотрится в него, целуется с зеркалом и хихикает ему. Странно. У меня дочка старшая так же делала, да? Но у Димки такого не было. Появилась. Если раньше, когда я читала Диме книжки, он слушал их, он пытался... Ну, он слушал, даже не пытался понять, мне тяжело, да, сказать, честно. Не могу так сказать. Но он слушал. То есть сейчас, когда я читаю книжки, показываем, да, что вот это вот мишка, там, вот это вот собачка, да, там аф-аф, вот этому... Он стал на зверят смотреть. Он их изучает, да, он смотрит на ту собачку, он смотрит на ту кошечку. Пусть недолго, пусть это 3-5 минут, но это и есть, и он смотрит и внимательно смотрит. Надеюсь, что скоро появятся первые звуки, и мы начнем говорить животных. Что еще? Если раньше мы показывали на вещи исключительно, да, те, в которые он играл, там, это качели, это батут, да, то сейчас он стал показывать на вещи, которыми он раньше не играл, но которые ему интересны в этот момент. Он может взять сам мячик, подойти к папе, да, там, кинуть ему мяч, что давай играй. Конечно же, бросаем все, начинаем играть в мячик. У нас появилось подражание. Буквально вчера готовила дом к Новому году, проводила мини-уборку, убирала в шкафу, встала на стул, начала перебирать вещи. Супруг, Свет, смотри. Димка берет стул, приносит супругу и показывает, что ему тоже надо залезть на стул и в шкаф. То есть, да, он мне просто так принес, а он именно имитирует мои вещи. Да, мое поведение. Насколько я знаю, это тоже очень большой плюс. На следующем сеансе у вас, Давид, спрошу. Что еще? У нас был батут, но мы прыгали в нем относительно. Сейчас же, так как не могу рядом стоять, да, там упрыгай, давай, давай. Включая на видео детей, которые играют в центрах и бегают там, прыгают на батутах. Мы тут же лезем в этот батут, мы подпрыгиваем чуть ли не до потолка, мы кричим, мы езжим. Там дети везят, наш Димка везет. Вообще сказочно. И, возможно, есть еще те вещи, которые я не замечаю, да, с учетом того, что дом, семья. Ну, совершенно точно могу сказать, что мой ребенок меняется. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Я хочу выразить огромную благодарность вам, Давид. Для меня это сказка, да, что я не верила, наверное, в такие результаты. Я буду дальше верить. Я уверена, что у моего ребенка будет все в порядке. Я хочу пожелать, чтобы у вас было всем, у всех все хорошо. И хочу, чтобы в Новый Год все поверили в чудеса. Они есть, они сбываются, они будут, и все будет. Все хорошо. Всем всего самого наедобного. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока.